Приветствую уважаемых подписчиков читателей и зрителей наших каналов заинтересовал ролик на канале концептуал платформа дзен иван ефремов русский нострадамус предсказания поражают точностью его автор константин антипин главный редактор издательства концептуал впрочем его ролик это сокращенный рерайт хорошо известной мне статьи ульги еремины иван ефремов предвидения и предсказания но от вывод который он там сделал меня несколько ошарашил этот вывод не больше не меньше что нынешний президент россии это белый всадник майтреи в результате работы которого человечество скоро не больше не меньше придет к великой эпохи процветания которую иван ефремов назвал эрой мирового воссоединения конечно можно сказать а кто такой иван ефремов напоминаю кстати вот как иван антонович ефремов выглядел в конце концов ефремов всего лишь ученый палеонтолог и пусть и известны но писатель какое значение могут иметь его предсказания и пророчества да вот только весь фокус в том что невероятное количество пророчеств и предсказаний ивана ефремова уже сбылись ольга еремина пытается это объяснить оставаясь на позициях материализма но я уже много раз говорю что так не думаю а думаю что это вообще предсказание не ивана ефремова а роберта бартини а он очевидно вводил знания еще неизвестным человечеству ссылка на мой подробный документальный фильм о роберте бартини будет под публикацией и думаю что мы в нашем разговоре еще не раз и не два и три вернемся к этому таинственному человеку вот кстати как выглядит роберт бартини но вернемся к теме для начала наверное нужно пояснить кто такой майтрея кстати есть мнение что правильно это слово писать майтрея ну или что такое майтрея это термин из буддизма и у него несколько значений но главное это новый духовный учитель человечества самый великий в его истории который придет уже скоро при нашей с вами жизни вернее он уже пришел но пока еще не проявлен и именно он выведет человечество на адекватный путь развития поможет ему создать разумно и справедливо встроенное общество и у ивана ефремова есть четкая диаграмма этих перемен он детально расписал как будут происходить эти невероятные и глобальные изменения в истории человечества он эту диаграмму прислал своих письмах профессору оверету полсан к счастью на не опубликованных он их написал в 1969 году но и понятно часть этих предсказаний уже сбылись впрочем не произойдет это наш разговор не имел бы никакого смысла вот собственно указанный эпизод из ролика в котором константин антипин прозрачно намекает что белый всадник майтреи это владимир путин ну а теперь давайте соединим пророчество из часа быка с диаграммой ефремова а именно ту его часть где иван антонович описывает тупиковый путь развития тормандца к сожалению практически такую же судьбу он предсказал и землянам если мы не одумаемся вот отрывок одного из его писем полсана некомпетентность ленность шаловливость мальчиков и девочек в любом начинании является характерной чертой этого самого времени я называю это взрывом безнравственности и это мне кажется гораздо опаснее ядерной войны когда для всех людей честная напряженная работа станет непривычной какое будущее может ожидать человечество кто сможет кормить одевать исцелять и перевозить людей бесчестные каковыми они являются в настоящее время как они смогут проводить научные и медицинские исследования поколение привыкшие к честному образу жизни должны вымереть в течение последующих 20 лет а затем произойдет величайшая катастрофа в истории виде широко распространяемой технической монокультуры несмотря на то что письмо было написано в 1969 году создается впечатление что читаешь воспоминания о лихих 90-х и действительно в диаграмме ефремова 94 год обозначен как начало очередного наиболее глубокого сорок второго года упадка отрицательный пиковый 97 год помечен как последняя битва змея россия пережила в эти годы тяжелейшие события череду крупных междунациональных войн расстрел белого дома в октябре 93 гиперинфляцию закончившийся дефолтом в 98 году тотальная потеря нравственных ориентиров она сопровождалась разгоном бандитизма правда за этим идет год 99 который начинает очередной подъем называется ефремовым как владычество всадника на белом коне о ком говорил иван антонович мы предлагаем додумать нашим зрителям самостоятельно хотя на наш взгляд аналогия весьма прозрачна нужно также сказать что перед этим он детально остановился на технических предсказаниях ивана ефремова которые тоже сбылось но он привел их гораздо меньше чем привела ульга ирюмина этот анализ кстати не ульги и далеко не ульги она их заимствовала из книги альберта сайфундинова открой себе талант я не буду повторять их все а приведу лишь три свое время особо впечатливших лично меня рассказ алмазная труба 1945 год в нем предсказано открытие кимберлитовых труб в сибири если кто не знает что это такое поясню это гигантские месторождения алмазов ефремов писал в романе лезвие бритвы что если извлечь алмаза из кимберлитовых труб пустыня намип в южной африке то цена алмаза в мире упадет до уровня полудрагоценного камня реальная кимберлитовая труба в сибири кстати была обнаружена всего лишь в 300 километрах от места описанного иваном ефремовым в рассказе кстати лично у меня есть информация что у нас в карелии тоже есть кимберлитовая труба и не где-нибудь а в сегерском районе в котором я живу почему я говорю у меня есть дело в том что у правительства карелии такой информации нет она умудрилась утратить эти документы и она умудрилась утратить как говорится по собственной дурости рассказки минувшего 1945 год и повесть звездные корабли 1947 год идея создания объемных изображений и условий которых можно наблюдать в наше время такие изображения называются голограммы в том же году денис габбар научно сформулировал основные принципы голографии кстати денис габбар для нас очень интересная фигура и думаю мы к нему еще вернемся я считаю что закон синитрова сформулированный иваном ефремовым чеси быка это закон дениса габбара что имя синитров это аннаграмма имени денис габбар рассказ озера горных духов 1944 год предсказано наличие на алтае больших месторождений самородной ртути понятно она была тоже полностью подтверждена а а теперь повторюсь таких предсказаний арберт сельфуддинов приводит 25 но это технические предсказания которые да конечно тоже говорят о многом но нас здесь интересует не технически а так сказать исторические предсказания можно сказать это нас с вами интересует история будущего предсказанная иваном ефремовым они интересны прежде всего тем что часть из них уже сбылась вот первое в 1942 году произойдет переломная битва светлых и темных сил после которой перевес в глобальной войне окончательно перейдет на сторону света а в 1944 году победа сил света приведет к тому что закончится самая мрачная эпоха в истории человечества калиюга и начнется новая светлая эпоха агниюга описание того что произойдет 90 годах дал своем ролике константин антипин я этот фрагмент привел не буду повторяться а вот что будет дальше по-настоящему интересно вернее будет и было дальше так будет сказать точнее 2005 2010 годах по диаграмме присланы иваном ефремовым профессору олсона должна была произойти третья мировая война битва мары которая как известно к счастью не было я в свое время проанализировал это пророчество и сделал вывод что она была истолкована неправильно кстати я проанализировал его еще до 2004 года у меня получилось что битва мары произойдет 23 веке это не третья мировая война а война галактическая вернее большая галактическая война о том почему я пришел к такому выводу мой первый научно-фантастический роман темное пламя вот как выглядит его обложка я мечтаю написать большую эпопею о битве мары и скажем так о сопутствующих ей обстоятельствах и вторая художественная книга об этом научно-фантастическая повесть урин у меня тоже уже вышла вот как выглядит ее обложка вообще думаю первым правильно здесь понял ивана ефремова сергей снегов именно об этом его единственная советская звездная опер роман эпопеи люди как буги но он тоже допустил ряд серьезных ошибок главное битва мары в него происходит не в 23 а в 25 веке хотя она у него да большая галактическая война не знаю как он умудрился издать об этом даже не книгу а целую эпопею из трех книг в советском союзе окончательно темные времена или как иван ефремов их называет век смятения и голода закончатся между 2035 и 2046 годами это года как это названо у ефремова второй великой революции влр с 2047 года начнется эра мирового воссоединения она будет состоять из нескольких веков века называются век союза стран век разных языков век борьбы за энергию век общего языка или начинается первая но сферная эра и как видите ждать уже недолго первой на но сферный путь развития по ефрему выйдет россия она первой примет новую научную парадигму на равных сочетающую два метода познания современный аналитический через расчет и эксперимент и интроспективный через то что в индуизме и буддизме принято называть медитацией кстати именно здесь думаю и нужно искать разгадку потрясающих пророчеств ивана ефремова дело в том что интроспекция позволяет видеть будущее но об этом понятно мы надеюсь поговорим свое время но и касательно намека константина антипина на то что белый всадник мальтрей это путин думаю ясно что я в это не верю ни на грушу он и близко не тянет на самого великого духовного учителя в истории человечества более того он откровенно мало образованный и недалекий человек если понравился ролик ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах пишите комментарии смотрите мои аналогичные ролики поддерживайте канал танатами ссылка по которой канал можно оказать помощь будет по публикации